Добрый вечер, добрый. Доброе утро. У нас вечер один, извините. Так, мы православные проповедники пришли сюда в эту тьму и мрак, на эту рулетку, чтобы людям рассказать о Боге, о вечности, что за эти дела Господь уготовил, за этот блуд, что здесь творят, за разврат весь. Если у вас есть какие-то вопросы, можете задать, только не ругайте, чтобы. Хорошо, отец. А что ты знаешь о Боге? Не ругайся, пожалуйста. У вас что-нибудь есть такое, что хотелось бы узнать? Кто что спросил? Могу бы дали. Непонятно ничего, что говорите. Что вы знаете о Боге? А что я знаю о Боге? А я знаю только вот отсюда. Евангелие. Евангелие, Святая Библия и о том, что Господь говорит нам во время богослужения, когда в церкви бываем и когда дома бываем, молимся. Сколько возможно, Господь дает знания о нем, что он есть любовь, долготерпение, милость. Он убивает людей, тоже милость. Ну а кто убивает-то? Убивает тех, которые в Бога не верят, которые сатане слушают. Они и убивают. А при чем тут Бог-то? Господь говорит, не убей. Я не сработал здесь. Ненавидящий врага не угоден Богу. Написано, молитесь за врагов ваших, а он убивает. Так что, неужели нельзя понять? Заповедь говорит одно, а люди делают другое. Значит, они не слушают заповеди Божьи? Вы соблюдаете их? Что соблюдаете? Заповеды. Конечно. Соблюдаем посты, которые есть. Сейчас пост идет, уже три недели прошло. Через четыре недели будет Пасха Христова. Как же не соблюдать? Заповеди его не тяжкие. Это Евангелие от Моффея 11.28 говорит. Придите ко мне все труждающиеся, обремененные. Я успокою вас. Возьмите иго моё на себя и научитесь от меня. Ибо иго моё благо и бремя моё лёгко. А можно ещё вопрос один? Ну? Вот мы сейчас видим друг друга, правильно? Что? Сейчас друг друга видим же, надеюсь. Вы как-то неясно так говорите. Вы то ли с похмелья, то ли пьяный совсем. Неважно. Ну, ладно, пока. Так, мы с пьяными не разговариваем. Пока, до свидания. Спасибо, тебе тоже. Так, мы православные здесь пришли в это место тьмы и мрака, разврата и безобразия. Сказать о Боге, о вечности. Что людей ждёт за это? Познакомить их со Христом. Считаем Евангелие и Псалтырь. Главное, что мы берём все знания и прочее, это вот такая у нас книга есть. Я знаю, я знаю, я читаю. Если у вас какие-то вопросы есть, только что без ругани, можем побеседовать. Спасибо большое. У вас вопросов никаких нет относительно спасения души, жизни вечной? Спасибо за совет. Я не совет даю, я спрашиваю. Вопросы, говорю, есть какие или нет? Нет. Нет, никаких, все я. Так, вам сказать, у нас очень большой канал есть, называется «Во свете Библии». Вы можете зайти. У нас там 14 с половиной тысяч. Брат у меня священник, а я благовестник, миссионер. И мы пришли сюда людям рассказать, что так жить нельзя, как здесь живут. Разврат, пакости всякие, ругань. За всё отвечать перед Богом придётся после смерти. Там суд Божий будет. Да. Я бакость переключаю, я здесь только чисто пообщаться. У вас Евангелие есть дома? Нет, нету, но я видела Евангелие. Но если Евангелия нет, вы тогда не знаете заповеди Божьи? А не зная, вы их нарушаете. А нарушая, вы погибаете? Да каждый человек нарушает все заповеди. Не все нарушают. Верующие ни на одной западе не нарушают. Он Духом Святым водится. Я вас умоляю, даже священники нарушают? Да, нарушают. Если человек рождён свыше, написано, он не грешит. Господь спасает его. Каждый человек грешит. Если бы мы не грешили, мы бы были в раю. Понятно, что грех греху разница. Одно дело, я проспал пять минут лишние, или проехал одну остановку. И другое дело, когда человек ложь говорит, губит другого. Все мы врём, все мы доверим. Нет, не все. Все мы врёмся. Нет, нету. Вы напрасно это говорите. Напрасно. Он не священник, он брат священника. Да. Вот вы говорите, все лгут. Меня исследуют не где-то, а Московское КГБ, когда арестовали. И ни одного слова лжи не нашли за всю жизнь. Это уже проверка компетентных органов. Мы говорим о Христе, о спасении. У нас есть определённая руководящая книга. Здесь вся истина. Мы ходим в церковь, мы исповедуемся, причащаемся. И Господь хранит от греха. Да, мы все много согрешаем. Как? Взглядом, мыслью. Но это не тот грех, о который люди спотыкаются. Мы не лжём. Совершенно не лжём. Мы этого не знаем даже. У нас это не положено. Мы строим деревню православную. И кто поселится, думает, первая беседа. Должен доказать, что не лжёт. Как раз первая. Не пьёт, не курит, не матерится, не ворует. Пять пунктов. И поэтому о лжи у нас даже разговор не возникает. Ни дети, ни кто этим не занимается. Он должен молчать или сказать правду. Мне кажется, туда люди приходят, в вашу деревню, которые уже столько нагрешили, что им стыдно перед Богом, и они приходят туда. Но мы не можем судить, только ли такие люди. По крайней мере, которых знаем. Ни одного ещё такого не было. В нашей церкви сам священник нам говорил, что в нашей церкви самые худшие грешники работают. Ну, это у вас может быть, а у нас этого нет. У нас по-другому. Вот они почему священники не крестят, а за деньги, мокрой ладошкой. Это всё обман. Пусть они с этим разберутся. Патриарх Алексей II говорил, нигде, чтобы не было этого, чтобы крестили в полное погружение. Надо учить. Учить сколько? Патриарх сказал две беседы. Откуда они взяли две беседы по 25 минут? Думать о том, поможет, не поможет, мне не приходится. Эту миссию Бог берёт на себя. Он говорит, идите и пропадайте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасён будет. Кто не будет веровать, осуждён будет. А можно вам вопрос задам? Только без друга не сможете? Да, без друга не смогу. Ни одного слова, чтобы плохого не говорили. Пожалуйста. Нет, я не буду говорить никакого плохого слова, но мне просто интересно. А почему, как вы говорите, Господь допускает, что дети болеют смертельными болезнями? Ну, типа рак там, или там спид? Или вот. Почему? Я вам вопрос, на вопрос отвечу. Вас этот вопрос интересует? Серьёзно? Где находится Господь Бог, когда дети страдают от болезни? Я вопрос понял. Я вопрос понял. Вы серьёзно спрашиваете? Да, я серьёзно спрашиваю. А что страшнее, болезнь или смерть? Болезнь, от которой ребёнок мучается. Мучается. Так вот, смотрите. А если ребёнка на счастье разрывать, руки и ноги отрывать, это болезнь? Это больно довольно-таки. Больно. Так вот, за время перестройки у нас в России сделано 120 миллионов абортов. Нам рта раскрыть нельзя. Мы перед всем миром убийцы. 120 миллионов. И единственный, кто запретил аборты, Рамзан Ахматович Кадыров. Вот ответ. У Бога всё вымерено. И человек болеет, а не болеет. Это Божье творение. Не нам туда вмешиваться. Мы не знаем, что на пользу человека. Бог знает. Вы не ответили мне на вопрос. Я отвечаю. Вы сказали только, блин, неполезность абортов. Только без рук. Я просил, пожалуйста. Я не ругался? Пока не надо, ничего лишнего. Я вам отвечаю. Человек ещё не родился, а у Бога записаны все дни. И он знает, кем человек будет. И поэтому Бог назначает ему такой путь, который самый полезный для спасения души. Мы не можем это вторгаться. Можно другой вопрос задать? Вы сначала усвоите то, что я сказал. Я усвоил то, что я сказал. А вот смотрите. А если, допустим, повешусь послезавтра? Это Бог так решил? Не Бог решил. Сатана задавил за грехи, за нераскаянный грех. Это Сатана делает. А если мне нет грехов? Вот если человек на себя руки накладывает... Я сейчас живу по-доброму, по-чистому, по совести. Только не ругаться, я прошу. Это он виноват в этом? Да подождите. Бог не виноват и ни в чём. Самоубийцы Царствие Божие не наследуют. У них нет покаяния. Это самый страшный грех. Зачем вы так себя настраиваете на это? Это плохие слова. Я не настраиваю, я задал вопрос. Ну, это путь, дорожка туда ведёт. Надо сразу идти другим путём. Здесь, вот здесь, ни одной мусульманки нету в Чатар-дуретке. Ни одной. Почему? Потому что у них это не положено. Сейчас я разговариваю с мужчиной. А он вот так руку протянул. Я думаю, он попить хочет. Он женщину вытрягивает. У него такая голая женщина. Груди вестят, она стоит. Я говорю, за 1300 лет ни одна мусульманка за миллиарды рублей на это не пойдёт. Вы что сделали с женщинами-то? Американские женщины написали в Европу. И говорят, какие вы счастливые мусульманкам. Как вас одевают, как берегут. А нас раздели до гола. Мы везде на посмешище выстроены. Вот ведь какое дело-то, беда какая. То есть, когда детей насилуют и убивают, в этом Бог тоже не виноват. Да, он, наверное, очень сильно знает. Бог не виноват ни в чём. Человек ответит за себя. Насилует детей. Много ли детей насилуют? Это разговор только. А сколько люди убивают внутри себя детей, я вам сказал? 120 миллионов только за 20 лет. Вы можете мне объяснить, при чём тут то, сколько люди убивают детей внутри себя? Я вам говорю уже за рождённых детей. Я говорю о рождённых. Какая разница? Он ребёнок уже... Нет, вы говорите не о рождённых. Вы говорите о детей, которые находятся внутри утром. Я говорю, разницы нет. У рождённых он... Вот мне 80 лет. Или им 80 дней зачатия. Перед Богом уже человек идёт. Это вы разделили так. Это там биоматериал. Нет, это человек. Господь говорит, разородыш твой. Видели очи мои. Ещё ни одного дня нет у Бога в книге. Жизнь записана, будет он в раю или нет. И наша жизнь вся по дням распределённа уже. Мы уже здесь получаем... Вот Фома и апостол попал в Индии на брак. И он видит их, ему Бог открыл. Он видит, что дети все будут... Я читала Библию, спасибо. Это не в Библии. Вы поторопились. Это в житие святых. Нет. За 5 октября. За октябрь месяц. Житие святого Фомы и апостола. Послушайте. И он подошёл к жениху и невесте. Его пригласили. Он не родня. Он говорит, я вижу, ваши дети будут больные и очень злые. И в 18 лет они вас убьют, родители. Вы будете... Они сразу остановились. Он говорит, поэтому не живите вместе. Живите для Бога, как брат с сестрой. Бог открывает и знает, что с ребёнком будет. И определяет, какая жизнь дальше его будет. Мы должны быть смиренны перед Богом. Не дерзить. Я не говорю, что я в него не верю. У меня крестик на шее висит. Я читала Библию. Я хожу в церковь иногда. Ну, как бы, сама суть. Я не понимаю некоторых моментов. И вы мне по факту не ответили на вопрос. Вот это все говорят так. Когда отвечаешь, а у них здесь запечатал сатана. Говорят, кому закрою, никто не откроет. Я ответил полностью, по всей полноте. Я проповедник, 56 лет. И не отвечу их вопросом. Повторяю. Вы удовлетворены своим ответом. Я не удовлетворена вашим ответом. Тысячи вопросов. Не ответили на вопрос. Ты не убедили меня в том, что он не виноват в том, что происходит в современном мире. Тысячи вопросов, которые мне студенты в университетах задают. Трервная программа я вёл. И не было вопроса неотвеченного. Я отвечаю. Виноваты дети. Можно? Я ответил. Ответьте мне на вопрос. Это Бог знает. Я третий раз отвечаю. Да так на каждый вопрос можно ответить. Это Бог знает. Это Бог. То есть, грубо говоря, относитесь нисходительно к маньякам, к насильникам, к убийцам, к вам рано, к всяким прочим нечицам. Вы напрасно это говорите. Как гражданин, я желаю им смерти. А как христианин, желаю покаяться и быть верующими. Стоп. Вы желаете им смерти? Если был бы я неверующий. Человек верующий в Бога? Нет. Вы не слышите. 56 лет. Вы не слышите. Если бы я был неверующий, я бы желал им смерти. Чего вы прыгаете-то? Уши заткнули. Я не прыгаю. Слушайте, внимательно. Слушайте, если бы я был неверующий, я бы желал им смерти, этим маньякам. Еще непонятно. Если вы уже допускаете эту мысль, значит, вы уже неверующий. Ну, значит так. Вы не хотите покаяться и начинаете говорить глупости. Дядь, что делаешь здесь? Мы людям проповедуем о Христе. А вот это место, где сейчас рулетка, здесь Содом и Гоморра. Блудницы, блудники собрались и творят грех, чтобы им рассказать о Христе. Ты какой религии? Чего? Так интересно. Тут или обкуренная совсем, даже не понимает человеческой речи, как в ступоре стоят. Ты православный, нет? Да, православный, православный. Сектанты не крестятся. Еще дальше-то. Вы им покатитесь и веруйте в Евангелие. Только не ругайтесь. Я не знаю, что я тоже верующий человек. Верующий. Язык-то не шевелится, верующий. Сам-то здесь что делаешь, если ты такой верующий? Я второй раз отвечаю людям, возвещаем о заповедях Божьих. Что так, если делать будут, не покаяться, будут гореть в воду с сатаной вместе, где плащ искрежет зубов. Ни один пьяница царствия Божия не наследует. Нет, ты понимаешь, что над тобой только все молодежи. Вас интересует духовный вопрос о спасении души, о жизни во Христе? Эзотерика. Как говорите? Эзотерика. У вас вопросы какие-то есть? У меня всего один вопрос. У вас далеко от микрофона, плохо слышно. У меня всего один вопрос. Давайте. Только, чтобы не ругались, договоримся. Чтобы ни одного скверного слова. Договорились. Договорились. Вопрос звучит так. С какой целью люди родились на этот свет? Чтобы познать Бога, уверовать во Христа, который распялся за них. Прославить Бога и жить с Богом вечно в раю. Вот это цель жизни. Вас интересуют духовные вопросы о спасении души, о вечности? Вы далеко как-то эхом раздаётся. Микрофон, если бы рядом поднесли, было бы лучше. У меня встроенный в камеру. Я спросил, есть ли у вас вопросы духовные. Потом я бы мог вам ответить. Постарался. Я тоже могу вам ответить. Вы можете зайти на наши ресурсы. Ютуб. Называется «Во свете Библии». «Во свете Библии». Игнатий Лапкин. У нас там 14500 роликов. Очень богатый ресурс. Ну, если вопросов нет, тогда что, прощаться? Желаю вам стать на истинный путь. Ну, с Богом. Угу.